Синьора, если вы не остановите Монику, однажды вы очень раскаетесь в этом. Как ты можешь так говорить о своей сестре? Я говорю это с болью в сердце, потому что я люблю её. Она моя семья. Я работала, выбиваясь из силы ради неё, но меня приводит в ужас то, что она затеяла. Она заставила страдать невинных людей, которые не заслуживают таких страданий, и уж тем более из-за Моники. Вы оставили Йоланду, женщину, с которой прожили всю жизнь, Синьора Гиро. Страдания вашей жены невыносимы, и эту боль она должна терпеть из-за Моники. Моя сестра недостойна вас, Синьора Гиро. Я знаю, о чём говорю. Я понимаю, почему ты так говоришь. Твоё состояние вполне объяснимо. Ты разгневана, ты винишь Монику в том, что вы с Алекандро расстались. Нет, Синьора Гиро, я на это не рассчитываю. Я потеряла своё счастье, и это уже в прошлом. Алекандро пытался помириться со мной, но я ему отказала, потому что я знаю, что это невозможно. Синьора Гиро, но вы-то ещё можете спасти ситуацию. Вы можете вернуться к жене и детям. Верните себе расположение своей семьи. Верните любовь своей супруге. Но я счастлив с Моникой. Как долго продлится это счастье? Она любит меня. Она заставляет меня переживать такие чудесные моменты, о которых я и не мечтал. Пока она не получит от вас всё, что ей нужно, Синьора Гиро. Ты очень жестока к ней. Просто я хорошо её знаю. У Моники нет сердца. Она сделает всё, чтобы добиться своего. И не остановится ни перед чем. Она сметёт и уничтожит на своём пути все препятствия. Синьора Гиро, оставьте её. Прошу вас. Есть ещё возможность. Что произошло между вами и Марией Милией? О чём вы говорили, Синьора Гиро? Ни о чём. Как это ни о чём? Я видела, как вы жарко спорили о чём-то. Я пробовала услышать, о чём, но мой слух слабеет с каждым днём. Не нужно волноваться, Даня Хосефина. Это не важно. Мы пришли. Вы покидаете на здание Хосефина. Нам будет не хватать вас. Мне будет так не хватать постоянно звонящего звонка. Давай, бабушка, приготовься пересесть в кресло. Я помогу. Мои цветы. Не забудь взять мои цветы. Я их возьму, не беспокойтесь. А где Марией Милия? Она ушла. Она не захотела ехать с нами. Ладно, это её дело. Знаешь, неплохо похитать больницу вот так. Да. Я чувствую себя такой важной персоной. Дон Руденцио, с вашего позволения, пожалуйста. Ну, ты уже слышал? Донья Хосефина сегодня возвращается домой. Хенероса пошла прибраться к её приезду. Я знаю, Мария Милия позвонила и просила сказать ей об этом. Я слышала, она не хочет возвращаться сюда. Похоже, Донье придётся оставить свои мечты о величии. Как это? Я слышала, что Донья Хосефина собиралась переехать в дом, который ей купит Моника. Я никогда не верил в эти сказки. Но у старика, который сейчас содержит Монику кучу денег, это ещё не значит, что он так легко расстанется со своими денежками. Расстанется. Если, конечно, Монике что-нибудь не помешает. Но это не наше дело. Что такое с вами? Давайте пойдём на кухню. И ты тоже, Анхелита. Там наше место. Мы зарабатываем свой хлеб. Мам, мне нужно поговорить с Мигеллоном. О чём тебе вздумалось говорить с этим негодяем? Прекрати нести чепуху. Пойдём. Пошли, пошли. Эй, хватит, хватит. Прекратите. Что? Пошёл вон. Не хочу связываться. Послушайте, дом Рудензио, я хотел встретиться с вами, чтобы поговорить. Я к твоим услугам. Что ты хочешь? Итак. Помните, однажды вы предлагали мне поработать у вас? Помните? Насколько я понимаю, ты, наконец, решил поработать. Знаете, поговорку, голод не тётка. Нет проблем. У меня всегда найдётся местечко для моих друзей. Спасибо. Спасибо вам огромное, дон Рудензио. Дон Рудензио. Кто бы мог подумать, Мигелон превратился в ответственного человека, причём не из-за женщины, а из-за двух. Да, чёрт возьми, я влип в ужасную историю. Сначала я спасался от навязчивой Мерседес, которая хотела, чтобы мы жили вместе. А теперь закрутил роман с такой женщиной. Блондиночка, красавица, богачка. Но она даже яичницу не способна приготовить. Ваше здоровье. Здравствуй, дорогая. Я видела, что ты идёшь. Привет. Смотри, я прибрала комнату твоей бабушки к её приезду. И всю остальную квартиру тоже. Посмотри, как всё чисто. Спасибо, генероса. Но когда привезут Донью? С минуты на минуту. А почему ты вернулась своим ходом? Её привезут Моника и синьор Агиро. Я не захотела садиться к ним в машину. Конечно. Молодец, девочка. Они оба упрашивали меня поехать с ними. Но я отказалась. Стыда у них нет. Ладно, только не грусти. Иди лучше сюда посмотри. Я приготовила кое-что для твоей бабушки. Но для тебя я приготовила нечто особенное. Я приготовила тебе сатэ, луан. Я знаю, ты это любишь. Как всё, что я готовлю, оно получилось очень вкусным. Ты должна мне помочь, Инесс. Я вдруг поняла, что ничего не умею делать. Я абсолютно бесполезный человек. Лаурита. Я была такой эгоистичной и самовлюблённой, и вдруг выяснила, что не стою и гроша. Дорогая, не говори так. Но это правда, Инесс. Я даже не знаю, для чего нужна сковородка. Я пыталась, но у меня ничего не получается. Что? Ты пыталась готовить? А как ты думала, что у меня здесь будет служанка, которая подаст мне завтрак в постель, которая поджарит мне бюхштекс и приготовит лобстера? Нет, Инессита. Теперь я женщина, жена бедняка, и должна помогать ему. Я должна научиться стирать и гладить и... Что? Стирать и гладить? Такими нежными ручками. С такими красивыми ногтями. Нужно будет их обстричь, чтобы под них не забирался жир. О, Боже. Разреши, я хотя бы дам тебе пару резиновых перчаток. Нет, нет, не надо. Достань мне поварскую книгу. Мне она нужна больше. Но неужели у тебя не хватает денег даже на это? Продаются же совсем недорогие. Да, но так вышло, что у Мегеллона сейчас только те деньги, которые он взял взаймы. Боже. Вот, дорогая, возьми. Не стесняйся, девочка, бери. Хорошо. Но потом я верну их тебе, Инесс. Не нужно ничего возвращать. Они твои. Да, но это твоё жалование, Инесс. Ты не можешь его отдавать мне? Ещё как могу. Мне не с кем больше разделить его. К тому же я принесу тебе из дома всё, что захочешь. Не волнуйся. Мы с Мегеллоном устраиваемся потихоньку. Кстати, я позволила себе принести тебе вот это. Это некоторые из твоих украшений. Ты не захватила их с собой. Я подумала, что тебе хочется, чтобы они были с тобой. Инесс, ну куда, по-твоему, я могу носить их здесь? Спасибо. Если бы ты могла принести мне сюда и мою спальню... Если бы только я...